ребят всем привет смотрите сегодня такая сложная для меня тема потому как много ее пытался сформировать много и долго но сейчас пришел к такому пониманию что нужно просто объяснить для чего вообще я на пространство мастерской души выставляю короткие видеозаписи которые меньше одной минуты смотрите существует внимание человека по сути внимание это самый дорогой продукт за который глобально идет сейчас борьба глобально это означает по всему миру это не означает в россии на украине в америке или в какой-либо другой стране если я понимаю что я могу распоряжаться своим вниманием так как я хочу значит я хозяин своей энергии хозяин своей жизни хозяин своих целей судьбы и я выбираю так как обладаю свободой воли социальный эксперимент которая провел на канале показывает то что есть на мастерской души 500 видеозаписей из них большинство это поэзия стихотворения видео о природе да какие-то сложные проходимые места в которых мало кто бывал и алгоритмы youtube а и интерес зрителей разительно отличаются от видеозаписей шорты до короткие видеозаписи меньше одной минуты которые я выставляю в youtube где к примеру показываю разницу между одной страной и другой и причем показывая разницу я не говорю что где хуже а где лучше я говорю что это различие в плане критика нормальная адекватная критика без негатива без убедись то что ты основываешься на любви убедись что в твоих действиях есть любовь когда ты это делаешь до пишешь комментарий воспринимаешь критику учишь кого-то до или даешь совет потому как у меня есть очень близкие друзья которые не стесняются до в лицо мне сказать что макс ты не вскипятил ты вскипятил чайник и не набрал его полный почему-то так сделал ведь ты не подумал о других членах до нашей компании бат я понял что действительно поступил в выгоду себе и не подумал его разложил понял что есть куда расти это способствовало моему эволюционному росту способствовало тому если я правильно сделал вывод чтобы учесть на будущее и больше так не делать либо мой был бы к примеру моя реакция на какую-то критику была бы совершенно другой типа зачем ты мне это говоришь а у меня несколько лет назад может быть даже еще в более позднем моем возрасте была именно такая реакция поэтому я могу сейчас это транслировать и от себя говорить если я говорю что зачем ты мне это говоришь я сам все знаю как я тогда вырасту соответственно если человек показывает мне что вот нюансы над которыми ты можешь работать дальше выбор твой конечно я поблагодарю его конечно я постараюсь на данный на данном этапе моего времени что-то исправить себе соответственно идея была такая что социальный эксперимент который показывает ребят вы сами выбираете фокус внимания в который вы направляете свое время свою энергию свои мысли под видео где сравнил туалет на аляске и туалет который вы delle обзорах на это который выставили от всего этого является какой-то да это реакция выросло что если вы как на улыбке евра и туалет grande и туалет о то что другой конец этот момент почему мы не принимали на то что мы не показывали что то что мы не летали а для чего то мы не пошли будем на то что у нас раскрытие природе аляски или других красивых местах на этом же канале наверное ответ очевиден стоит лишь поразмыслить мозгами разумом по поводу социального эксперимента и видеозаписей выбор каждого куда направлять свое внимание под каким видеорядом писать комментарии какую тему для себя выбрать и обсуждать этот вопрос закрыт надеюсь я как мог полная эту тему раскрыл дальше интересная вообще тема с водкой почему я хочу затронуть эту тему потому как для меня было удивление я так сложилось благодаря своим родителям маме папе которые никогда не пили не курили всю свою жизнь не страдаю этим этой привычкой я не пью не курю вообще мне просто не тянет это не моя заслуга у меня нету никакой тяги я не понимаю почему я должен это делать во первых это мне не нравится во вторых это вредно реально я чувствую себя плохо после того как я могу выпить там бокал вина реально если я соглашаюсь на уговоры друзей или каких-то мероприятий в которых я нахожусь я потом себя очень корил и и думал зачем я вообще это сделал соответственно пить и курить для меня как бы не моя заслуга что я это не делаю но посмотрите что сейчас происходит в любой стране сейчас как раз можно сказать что в каждом магазине есть алкоголь есть табак и вопрос очевидный вопрос для чего для чего это не просто повсеместно продается и общедоступно а для чего это в рекламе распространяется повсеместно вкладывается большие инвестиции для того что чтобы у всех это было на слуху на виду я думаю ответ очевиден также потому как это глобальные большие бизнес корпорации зарабатывают большие деньги на этом товаре этой продукции вопрос свобода выбора то вопрос хотите ли вы уничтожать свое здоровье осознанно неосознанно все всегда начинается с малого до с мертвых семян прорастающих заново подумайте над этим термином дальше нашел такую статью и до этого в материалах про водка что такое вообще водка у наших предков водка было уменьшительным от слова вода на руси водкой называли травяной сбор нас нас тут настойка на родниковой воде вода у древних славян являлась ничем иным как безалкогольным травяным настоем по праздникам же славяне пили сурицу приготавливаемую из забродившего меда с различными добавками различные морсы и квасы как произошло что алкоголь стал традиционной как он вошел в традицию что якобы русский народ ассоциируется с алкоголиками с употреблять с людьми которые употребляют часто и и везде алкоголь как ответ очевиден могу вам процитировать из этой статьи окончания статью и все материалы на которые я ссылаюсь оставлю в описании ролика и обязательно слушайте не только мое мнение но и также все материалы от которых я отталкиваюсь чтобы самостоятельно сделать выводы потому что они как бы для меня очевидны для вас возможно будут другие очень скоро у этого слова водка появилась другое судьбоносное для россии значения водка станет не только национальным напитком но и основой экономики главной статьей налога а значит и дохода государства на многие века вот так вот по поводу америки скажу тоже очень интересный факт который сегодня к примеру мне позвонил друг и сказал ты знаешь что в калифорнии для того чтобы заказать свидетельство о рождении для своего ребенка ты должен заполнить на сайте государственном сайте услуг стоит в калифорнии определенный бланк чтобы написать имя родителей папы и мамы но там написано parent это родители единственном числе не папа не мама просто родитель родитель и сейчас это уже на государственном уровне нормально соответственно я этого не воспринимаю это не воспринимаю как истину потому что на мой взгляд если ты тоже считаю что это неправильно но у тебя есть обязательства перед государством обязательства перед компаниями которые обеспечивают жкх услуги те нужно платить белые те нужно платить кредиты соответственно если в этой системе продвигается какая-то определенная идея что опа тебе абсолютно четко не нравится не резонирует но ты должен платить разве это нормально вопрос тоже на подумать и последнее уже 11 минут видео хочу завершить очень простой мыслью которая в озвученных истинах меня навела на идею прям просто поделиться и рассказать в и сорока девяти буквиц есть две буквицы есть и если это два образа до которые очень легко можно вас воспроизвести как в воображении как образ что означает есть сейчас мы говорим я есть я кушаю есть это все что касается именно земной жизни природа форма существования бытия то что имеет объем восприятие зримое и чувственное и находится в развитии ну вот как бы просто я есть раньше мы говорили озим есть сколько я уже видеозаписи по этому поводу сделал но вот это такое ядро от которого вот все что я до этого сказал мне кажется растет откуда руки-ноги растут есть это разнообразие многоплановость многомерность много структурность обсуждения рассуждения применительно к определенной точке точкой может быть все многопроявленность единство мысли и божественного потока слова слова и всего сущего душа и тело душа и тело душа и тело азим есим не просто тело душа дух азим есим свет миру сложный выпуск для меня постарался отталкиваться от состояния любви потому как знания которые в нас заложены в структурном коде они по сути не позволят нам жить в иллюзии во лжи потому что структура проста структура правда кривда кривда это вот извилистая линия правда прямая она всегда на я считаю вылезет наружу соответственно для меня правда то что я в этом ролике сейчас отразил благодарю за инвестицию время и энергию потраченную на просмотр этого проинвестированную в этот ролик и с удовольствием почитаю ваши мысли комментарии оставляйте внизу подписывайтесь на канал распространяйте это видео распространяйте канал если вам нравится и я буду с большим удовольствием инвестировать большее количество часов каждый день в какие-то мысли которые мне нравятся загружать на канал благодарю всех обнял